Россиянам разрешили носить определенные виды оружия для самообороны. Ранее граждане, имеющие разрешение на соответствующий вид оружия, могли носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных или учебных стрельб. Новые редакции постановления дополняют эти положения словами, а также в целях самообороны. На сегодняшний день в нашей стране действует около 7 миллионов лицензий на ношение гражданского оружия. А между тем, еще весной этого года президент Владимир Путин выступил против свободного ношения огнестрела. По его словам, на руках у нашего населения и так много оружия. Поэтому искусственно стимулировать этот процесс очень опасно. И тем не менее, факт остается фактом. Специальное разрешение дает право любому желающему свободно выгуливать свое оружие. Чем это чревато? Своё мнение по этому поводу высказали люди, имеющие практику в данной сфере и знающие, что такое огнестрел в руках не того человека. Ну, я считаю, что наше общество сейчас не готово к тому, чтобы среди них были члены, которые носят оружие. И запрещать тоже, я считаю, ну, огульно вот это ношение оружия нехорошо. Для того, чтобы люди смогли носить оружие, они должны быть, ну, полноценными гражданами. Для этого нужна комиссия, которая будет отбирать критерии, кому можно оружие носить, кому нельзя. Психи могут пойти за деньги и купить справку, что они нормальные. А добропорядочный гражданин, он эту справку не сможет взять. То есть, по вашему мнению, вот именно такая система? Да. У нас система, нужна спибратор, работает система выдачи справок и проверка лиц. Что в психдиспансере человек может, что в наркологическом диспансере, он может эту справку купить, что он здоров. За этот год было очень много случаев со стрельбой. Люди напиваются, идиотов у нас хватает и начинает направо-налево шмалять.